Год начался с громкого ареста. Сразу после новогодних каникул региональные следователи задержали бывшего руководителя областной налоговой службы Сергея Кошелева по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Проработал в фискальной системе региону Кошелев почти 20 лет. 4,5 года до апреля 2017 был руководителем областной налоговой службы. И, как говорят предприниматели, кошмарил бизнес. Основание такое вне налоговой проверки. То есть, не открывая проверку, ничего, на нас давят. Естественно, контрагенты, даже те, которые работают с нами, отказываются. Ну, естественно, как будто мы под подозрением каким-то находимся. Самым статусным коррупционером можно назвать Дмитрия Хвостова. Попался в поле зрения следствия он два года назад. За взятки. Но судебный процесс завершился только в 2018-м. Чиновник из команды бывшего губернатора Светланы Орловой курировал региональное строительство. И, как выяснилось, с финансовой пользой для себя. Всего Хвостову инкриминировали 4 эпизода получения взяток от владимирских застройщиков на общую сумму более 20 миллионов рублей. Любой взятка-получатель имеет, скажем так, очень хороший интеллект. При переговорах никто не говорит, дай мне денег, взятку и так далее. Деньги называются как угодно. Здесь, скажем, я думаю, это звучит дальше. Они называются литрами. В итоге более чем за 20 литров Хвостову приговорили к 11 годам колонии строгого режима. Также бывший зам губернатора должен заплатить штраф государству 28 миллионов рублей. Еще один бывший зам Светланы Орловой сейчас тоже находится под следствием. Елену Мазанько, экс-заместителю губернатора по имущественным и земельным отношениям, также подозревают во взятках. По версии правоохранителей, брала она их от предпринимателей за содействие заключению государственных контрактов. Кроме этого, в отношении Мазанько, которое прославилось золотыми ёршиками, возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Превышение полномочий». Прогремела в минувшем году и фамилия Шляхова. Бывший директор комбината Тепличный, а также муж экс-предсекретаря губернатора Орловой, подозревается в коррупции. В деле шесть эпизодов. Это получение взяток, хищение имущества предприятия в крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями, в результате которых на Тепличном образовались миллионные убытки. Материалы следователи передали в суд. Причем на первом же судебном заседании главный фигурант через адвоката заявил, что не доверяет служителям Фемиды Ленинского района. У меня как защитника подсудимого Шляхова совместное заявление об отводе судьи Смирнову и иным судьям Ленинского района судового Владимира. В связи с тем, что мы считаем, что все абсолютно судьи данного суда заинтересованы в неблагоприятном для Шляхова исходе рассмотрения данного уголовного дела. К слову, в уходящем году не обошлось и без коррупционных скандалов с самими правоохранителями. В получении взяток заподозрили экс-начальника регионального управления Росгвардии Алфию Мокшину. И тут речь идет вовсе не о миллионах. По версии следствия, Мокшина закрывала глаза на некоторые дисциплинарные нарушения своих подчиненных и за это требовала с них деньги. А в СМИ Алфия Мокшина громко заявляла, что руководитель должен быть мудрым. Наверное, любой женщине присутствует женская мудрость, которая сглаживает те острые углы, которые, наверное, не сможет сгладить мужчина. В злоупотребление должностными полномочиями следователи заподозрили в этом году и прокурора города Владимира Илью Копытина. По версии сотрудников следкома, он в корыстных целях вступал во внеслужебные отношения с лицами, чью незаконную коммерческую деятельность должен был пресекать. Однако за подследственного прокурора вступилось областное и федеральное руководство надзорного органа. В результате постановление о возбуждении уголовного дела было отменено. Само решение, выводы, сделанные следователями, еще основывается на объяснениях, которые получены от заинтересованных лиц и совершенных оперативно-розыскных мероприятий, мероприятиях, которые также получены с нарушением уголовно-процессуального законодательства. Отличились в 2018-м и депутаты. В этом году в Управлении по вопросам противодействия коррупции впервые издавали декларации о доходах народные избранники городских и сельских советов. И вот выяснилось, что один из депутатов ежемесячно получал соцвыплаты, которые ему по закону не положены. Всего за год, речь идет о 2017-м году, было получено им 127 тысяч рублей, которое в соответствии с законом предусмотрено только малообеспеченным семьям. В данном случае мы говорим о доходе семьи из пяти человек, который составлял 98 миллионов. Тяжело говорить о том, что эта семья была малообеспечена. А главу администрации города Карабаново Александровского района Наталью Помехину заподозрили в том, что она отбирала у подчиненных премии. Речь идет о 100 тысячах рублей. И если вина чиновницы будет доказана, ей грозит до 7 лет лишения свободы. Но об этом мы узнаем не раньше следующего года. Алексей Дудин, Шестой канал.